Дамы и господа, добрый день. Приветствую вас на нашем брифинге по освященному срочному рынку. Меня зовут Архипов Андрей. Сегодня мы, как обычно, беседуем, рассматриваем ситуацию на фондовом рынке с точки зрения ситуации с деривативными фичерсами и опционами, ситуация на форте. Парочку слов о мероприятиях, предстоящих сегодня. Сегодня мы проводим Центр инвесторов. После меня в 16.00 Елена Беляева с брифингом «Не так страшен чарт». В Санкт-Петербурге сегодня в 16.00 также состоится семинар, посвященный торговле с срочными контрактами, различными стратегиями на нем. В 18.15 подводим итоги. Ну и в 19.30 приглашаем тех, кто находится в Питере, побеседовать, обсудить ситуацию на фондовом рынке, ну и вообще послушать, что говорят другие, если есть такое желание на клубе трейдеров-инвесторов, на Кит-клубе. Поэтому присоединяйтесь. Будем рады всех вас видеть. Так, давайте посмотрим, что у нас на рынке происходит. Я думаю, вы все заметили, что несмотря на безжалостные попытки укатать наш рынок, нас мало и мы в тельняшках, никак не получается самым плохим новостям и самой негативной динамике с западных торговых площадок подвинуть наш рынок на юго-восток. Пока мы находимся все в том же боковике, в котором находимся уже в течение недели. И, в общем-то, даже по каким-то бумагам позывов на падение не видно, даже видно позывы на рост. То есть, тот же Сбербанк, классный жанр. На вчерашнем, вчера в первой половине дня пытался уйти быстрее всех, ниже всех в второй половине дня отыграл обратно на тех же объемах, сегодня остался в коридоре. По обмору этих позиций подъем красный рейнерайп, мы видим, что на падении никто особо объемы открытых позиций не сокращал, а на круговке на росте его накапливали. То есть, пока рынок в негативную динамику не верит, тем не менее, ситуация остается у нас напряженной, и отрицать негативного исхода событий все-таки, мне кажется, было бы преждевременно. Придительно, я, наверное, больше всех пострадал, это выскочивший раньше всех из-за боковика Газпром, который вернулся в круги твоя, да, и вот на вчерашнем падении, которые проходили на таких значительных объемах, объемах упали. Поэтому сейчас уже я бы не стал называть Газпром через призму фьючерсных контактов, как такой лидер нашего роста. Пока все осталось на прежних уровнях, никто не покупает и особо не продает. Тем не менее, вот если мы будем смотреть фьючерс на индекс РТС, цена, конечно, осталась в том же диапазоне, из треугольничка какой-то даленький выход вниз был предпринят, однако нижняя граница была 145 тысяч пунктов. И на татках мы видим накопление объема открытых позиций. То есть пока никто не собирается распродавать то, что уже есть в портфеле. И это, конечно, хороший сигнал для того, что мы, может быть, в ближайшее время с приходом каких-то позитивных данных из Америки, из Европы. Все-таки развернемся и продолжим восходящее движение. И к Новому году будет наша всеми любимая предновагония ралли. Тинец у нас немножко падает с начала сегодняшнего дня. Ну, оно понятно. По индексу остались в тех же диапазонах от 55 пунктов до 42-43. Сохраняемся на тех же участках. Ну, в общем-то, пока изменений у нас никаких нет. Сегодня, скорее всего, нас немножко потрясет статистика, которая выходит в США. Там опережающие индикаторы, насколько я помню. На следующей неделе тоже будут данные по ВВП США. И выходной у них четверг. Ну, я думаю, что неопределенности и возможности для нашего рынка выстрелить куда-то в положительную зону тоже увеличивается. Видите, даже фьючерс на индекс МВП не отреагировал со своими небольшими объемами. Плутов по нему никто не накопил. И само значение индекса у нас осталось на прежних уровнях. Так, Газпром мы с вами смотрели. Фьючерс на индекс РТС тоже. Та позиция, которую мы с вами открывали, ну, или я просто показывал в качестве примера, что можно делать по опционам на фьючерс на индекс РТС. Там изменений каких-то кардинальных нет, поэтому как у нас изменится стратегия, мы с вами посмотрим в понедельник. В любом случае, уйдите, что наши обзоры подготовлены исключительно в информационных целях и все решения вы принимаете на свой страх и риск, по своему усмотрению. Сегодня у нас, видите, совсем кратенько о таком совсем срочном. Плохих новостей нет, но, в общем-то, с хорошими тоже пока напряженка. Поэтому я прощаюсь на этом с вами до понедельника. Встретимся в это же время в 13.00. Если есть какие-то вопросы, пишите, звоните. Мы всегда рады на них ответить. Итак, спасибо за внимание. Всего хорошего. До понедельника. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok